МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, друзья! Сегодня мы будем говорить с вами об одной из угоняемых марок премиального сегмента автомобилей Land Rover. Я не буду восхищаться качеством отделки салона, кататься на нем в грязи или въезжать при наборе 250 км в час. Мы будем говорить с вами о безопасном владении автомобилями марки Land Rover. Эта марка с 2010 года прочно заняла любовь автовладельцев при выборе премиум внедорожника. А с 2011 года появившийся Land Rover Evoque завоевал любовь у прекрасной половины. До 2012 года автомобили Land Rover практически не угонялись. Все было дело в сложности обхода штатной системы. Даже при профессиональной подготовке требовалось более 15 минут для того, чтобы заменить 4 основных модуля. Кроме того, низкий спрос в те года на эту марку автоматически сформировал у автовладельцев уверенность, что эта марка малоугоняемая. Именно эти факторы позволили автовладельцам не защищать машину от угона, а рассчитывать на страховку, либо спутниковую систему, навязанную дилером в автосалоне при продаже. В 2012 году появилась заводилка, которая позволила писать ключ в память в течение 15 секунд. Это стало ударом по штатной системе защиты. Начались массовые угоны. Не секрет, что огромный плюс роскоши и комфорта автомобилей марки Land Rover перекрывается не всегда высокой надежностью ее агрегатов. Особенно это касается автомобилей с пробегом выше 70 тысяч. Высокая стоимость запчастей, привязанных к курсу, автоматически создала спрос на БУ запчасти, поэтому автомобили старше 5 лет идут в основном в мясорубку на разборку, а новые автомобили до 5 лет с легкостью пополняют спрос вторичного рынка. Из схемы действия преступников прекрасно видно, что злоумышленники предпочитают проникать в салон через разбитое стекло, не приводя в тревогу штатную систему защиты. Также мы видим эту же самую схему при попытке угона защищенных нами автомобилей. Двигаются эти автомобили в основном в сторону южных регионов, находя там без проблем новых владельцев. Также при покупке Range Rover с пробегом вы можете стать жертвой криминальной машины, поэтому я вам дам несколько советов, как самостоятельно определить криминальность автомобиля. Итак, на правой чашке выбит вин кузова автомобиля. Значит, самостоятельно определить, перебит он или нет, невозможно, без эксперта-криминалиста. Но обращайте внимание, что вин должен обязательно быть выбит, и цифры должны быть ровные. На большом количестве деталей автомобиля Land Rover находятся бирки с датами производства этих деталей. Вот на пластиковой крышке видно, что деталь была произведена 14-го числа 5-го месяца 2013-го года. Итак, даты на бирках на ремнях безопасности находятся в самом низу. Обычно эти бирки просто отрезают. Капотом также на ряде пластиковых деталей вы сможете найти дату производства этих деталей. Как правило, злоумышленники либо затирают эти надписи, либо не изменяют их вообще. Итак, на правой стойке внизу находится непосредственно бирка с вином автомобиля. Во-первых, в ультрафиолетовом свете должны светиться на ней ромбики. И самое главное, она не должна быть плоской. Эти ромбики имеют небольшую текстуру. То есть при проведении пальцем вы будете чувствовать эти ромбики. Обязательно обращайте вот на эту наклейку внимание. Но если машину после угона к продаже готовят профессионалы, вы своими силами никогда не сможете определить криминальность этой машины. Поэтому рекомендую пользоваться услугами экспертов-криминалистов. А теперь давайте посмотрим, как выглядит угон ничем не защищенного Range Rover Sport 2013 года. Ну что, нам понадобится первая личинка декодером. Потом берем пустой ключ непосредственно от Rover. Он никуда не прописан сейчас. И берем заводилочку, которая, в общем-то, и добросит этот ключ в память. Ну и на всякий случай проверим перед началом, есть ли там спутника поисковой системы. Есть анализатор. Трофейный, правда, но работает. Ну что, пошли. Тоже, а ничего, что люди такого? Да, слушай, всем пофигу на чужую машину здесь. Так, включаем сначала анализатор поля. Если спутниковая система стоит, он мне даст сигнал, провибрирует о том, что пошла команда. Так. А, ну вот непосредственно ключ оригинальный, да, видим. Кейлос не работает с него. И сам ключ, как радио, не работает. Понятно, да? Мы его будем как раз прописывать. Так. Ну. Поехали. Так, берем заводилку. И ключ. Смотри. Долго. Сейчас калькулирую вход. Все, есть. Все, ключ прописан. Так, пробуем этот ключ. Все. Итак, если ваш ренджовер абсолютно ничем не защищен, и вы полагаетесь только на штатную сигнализацию и страховку каска, то вы можете легко пополнить криминальную статистику. С вами был Андрей Кондрашов. До встречи в следующих выпусках. Будем дальше говорить о безопасности автовладения. Не забываем подписываться на мой канал. Продолжение следует...